Витаю всех святом, с днем украинской вышиванки. Бажаю, чтобы это свято было в сердце у каждого еще дня напротив игроку, а не только сегодня. Ну, каждому свое, у нас ничего не меняется, каждый день посвящен футболу, в принципе. Такой короткий сегодня мой будет посыл, и личная позиция по некоторым вопросам массового и пляжного футбола города Киева и Украины. Ну, первое, мы кайфуем маем, мы кайфуем сиренью, мы кайфуем этой прекрасной киевской весной, каштаной, мы приближаемся к дню Киева и, конечно, я передаю пламенный привет нашим друзьям международным с Молдовы, с Грузии и с Румынии. Ребята, мы готовимся усердно каждый день, думаем о вас и ждем вас в Киеве 27 мая, для того, чтобы 28, 29 и 30 мая мы провели классный ивент по массовому футболу Кличко Кап 2021. Я приглашаю всех киевлян еще раз и всю нашу общественность футбольную массовую, которая работает, живет футболом в центре массового футбола, месту спорту, на следующие выходные в город спорта, у нас будет интересно. Это первое. Второе, ребята, пляжный футбол. Значит, ну ни для кого не секрет, это наша внутренняя киевская тусовка такая, да, пляжного футбола, но она как бы внутренняя киевская, но на самом деле Киев город, где все начинается, поэтому я считаю, что Киев это в пляжном футболе, это и Украина, потому что только в Киеве что-то и происходит, в принципе, по большому счету. У нас в Киеве скоро взбудоражена общественность чуть-чуть подготовкой выборов президента Киевской ассоциации пляжного футбола. Ну, естественно, я ж не могу не высказаться, не могу зафиксировать свою личную позицию, позицию просто человека, который имеет определенную причастность к пляжному футболу. Раздаются разные голоса, то есть прошло 5 лет, и по уставу должны быть выборы в этом году. И вот я слышу разные встречи, будоражение пошло общественности, то есть общественность приняла решение менять президента. Володя Литвиченко, Владимир Петрович Литвиченко, ну, опять же, общественность, это часть общественности, скажем так. Некоторые мои товарищи, зачинщики этой истории, в принципе, они имеют право, они как бы, эта позиция их уважительная, с моей стороны. Но вот в этих всех разговорах, которые сейчас звучат, да, то есть я хотел бы просто обратить внимание, ребят. Первое. Давайте не будем забывать, то есть звучат критические моменты по отношению к тому, что вот в пляжном футболе Киева застой, там что-то ничего не происходит, там последние годы, что как было, так и осталось. Парни, я просто предлагаю всем ответить на два вопроса, даже на один вопрос, на два вопроса. Вопрос первый. А что вообще происходит в других городах Украины? Вы вообще, ну, понимаете это или нет? Ну, вот сравните, что происходит в пляжном футболе в Днепропетровске, в Ивано-Франковске, в Кременчуге, в Одессе, в Запорожье, не знаю, там, во Львове, в других городах, да, то есть там, где пляжный футбол жил, ну, до определенного момента. И вам все четко станет понятно вообще, что просто, что тогда происходит в Киеве, да? Ну, за пять лет увеличилось количество команд. Ну, это же объективно, это факт. Давайте не забывать, в какой период Володя Литвиченко согласился, как бизнесмен, подхватить это знамя. Ну, это 2016 год был, начало или, ну, то есть, блядь, в стране, ну, война, сложности. Человек зашел и пять лет честно простоял и штурвал, держал его. Последние годы, может быть, там что-то, ну, согласен, это надо, надо это подсвечивать, об этом надо говорить, об этом надо, как бы, громко не стесняться собираться всем на Конгрессе, выносить это и принимать какие-то соответствующие, ну, решения. Ну, я считаю, что надо уважительно относиться к тому, что сделали Литвиченко. Даже не просто уважительно, а глубоко уважительно. Значит, я считаю, что пляжный футбол в Украине живет только за счет Киева. Точка. Ну, это моя позиция, мое мнение. Второй вопрос я хочу подсветить. Ребята, давайте каждый сам себя, вот я тоже трачу деньги личные, уже как президент команды, да, команды. Ну, и в этом году, я два года назад заявлял команду в высшую лигу чемпионата Киева и Украины. И в этом году буду заявлять команду. То есть я уже как человек, который трачу свою энергию, ресурсы на поддержку команд. Ребята, а что мы сделали для поддержки команд, и для коммерциализации, и для конкурентизации чемпионата Киева, там, первая, вторая и высшая лига, вот за этих шесть-пять лет? Ну, пусть каждый себе ответит на этот вопрос. Честно. Мы что, приглашали каких-то звезд, больших футболистов, мы создавали конкурентный уровень, мы помогали как-то этому чемпионату. Ну, то есть у нас что, создано 10-15 команд, как в массовом футболе, или как, ну, в других видах футбола, как в футзале. В высшей лиге 1, 2, 3, до 4 еле-еле набираем. Так а кто в этом виноват? Ну, если президенты сами берут, и как бы, ну, им выгодно, и даже многие не хотят участвовать в высшей лиге. А что такое высшая лига? А высшая лига – это поддержка сборной. Ребят, это же все понятно. Нет высшей лиги – нет результатов сборной. Нет конкурентного чемпионата – нет, ну, сборная будет вариться в собственном соку. Моя личная позиция. Я поддерживаю Литвиченко. Я лично, ну, это мой не просто друг-товарищ, я просто хочу зафиксировать, потому что сейчас начинается беготня вот такая вот, да, то есть каждый, как бы, какие-то там… Я просто хочу высказать свою личную позицию. Я поддерживаю Владимира Литвиченко. Я считаю, что он сделал достаточно, много. При этом я уважу позицию Конгресса, и город спорта в любом случае будет работать с легитимно выбранным президентом, потому что база пляжного футбола города спорта, она всегда будет работать, ну, ее часть. Она всегда готова поддержать пляжный футбол. Ничего личного, он ли бизнес. Поэтому определяйте Конгресс, собирайтесь. Наверное, все команды, все команды, которые участвуют, голос должен быть на Конгрессе, плюс там кто там еще согласно уставу. И выберите себе вожака-лидера. Но при этом я призываю всех уважительно отнестись в любом ситуации к тому, что сделано. И это должно быть преемственное, правильное, спокойное, четкое, без всяких там… Ну, мы все… Нас нет так много в пляжном футболе, для того, чтобы мы еще друг другу рассказывали что-то… И топили друг друга. Спасибо. Массовый футбол, кратко. Футбол 6 на 6. Опять начинается вот эта вот возня. Сейчас начинается беготня футболистов, тренеров. Ребята любят это. Ну, я сейчас… Вы поймете, да? То есть активизировала свою работу Федерация мини-футбола Украины. И ее, как бы, менеджеры, и ее руководители. Значит, под эгидой World Mini Football Federation. Это международная федерация ветка. Значит, и последнее… То есть, ну, коронавирус был, никто никого… Не было никак определенной, как бы, работы. Но сейчас она активизировалась, да? И пошло-поехало. Футболисты бегают между командами. Ты в какой сборной будешь играть? А ты там у Харщенко? А ты там не то? И… Ну, это же, как бы… Я хочу высказать свою четкую позицию. Для того, чтобы там сто раз не повторяться. И не люблю кулуарных, как бы, вот этих всех разговоров. А люблю, чтобы все было понятно и разложено по полочкам. Ребят, смотрите. Я сейчас открыл у себя на компьютере решение Громадской спилки Украинской ассоциации футбола. Это главенствующая наша ассоциация, которая управляет футболом в Украине. Официально. Официальный представитель FIFA, UEFA. Кто не знает. Ну, наверное, все знают. Тут большие решения. Это про такое решение. Это наш закон. Как в Верховной Раде законы принимается, так федерация принимает, ассоциация принимает законы. Значит, пункт шестой. Это было 5-го… Это было давно. Это было 5-го, не сейчас. Это было 5-го березня 2020-го року. Значит, ассоциация футзала Украины про розгляд пропозиции, она мала там свой блок вопросов, которые рассматривали вверх-вверх наши органы управления украинским футболом. И один из вопросов звучит следующим образом. Кручусь решением виконкому 14-го, 10-го, 2019-го рекомендувати постійним та ассоциационным членам ОАФ утриматися від будь-яких форм участі та підтримки розвитку мініфутболу під її до організації Федерація мініфутболу України, ЕМФ, ВМФ та футзалу та встановити в статутних регламентах та дисциплинарних нормах відповідних організацій, дисциплинарну відповідальність за порушення такой рекомендації. Ну, це якби, я передаю просто юридически сухой, чіткий документ. Вот що це значить? Простими словами. Очень сильно футзал раздражає то, що мініфутболу виконують без каких-либо согласований, без координації. Не в Україні, а в Міре і в Європі. І футзал считає, що це залазить на їх територію. І таким образом футзал себя захищає. Він просто захищає свої інтереси. Це нормально, це правильно. Ксати, я це підтримую. Второй вопрос. Я розцениваю це рішення, що тут немає запрета на участь. Тобто ніхто не запрещає. Просто це рішення говорить про те, що все, що відбувається під гідою, під словом мініфутбол і цих організацій, це є частною ініціативою. Це бізнес-ініціатива. Оно приветствується, воно мене дуже уважається. Я сам люблю ці ініціативи маркетингові, бізнесові. Я вообще просто... Ну, я считаю, що в цьому будущее розвитие футбола по модели американської, значит, мене она імпонирує. Лично мене она імпонирує. Сам, якби, в цьому участвував 3 роки назад. І всі, хто причастен, всі понимають і знают нашу історію. Але я уважаю правила. Я граю в Україні по правилам. Я командний игрок. І я не є членом Української ассоційи футбола, кстати. Ну, то есть, з определенного момента. Але я, як генеральний менеджер процесів в масовому футболі, в пляжному футболі, в городі Києва, України, я буду придерживатися норм і мої організації, і мої соревновання будуть придерживатися норм установленних Української ассоцією футбола. Якщо це бізнес-процес, я буду відноситися до цього як бізнес-історію. Я буду захищати Маракану Лигу, я буду захищати зборну України по футболу 6х6, точно так же, як би бізнес рычагами. Ми не будем запрещати, повторяюсь, ми не будем запрещати играть игрокам в конкурентних і альтернативних соревнованнях, але ми будем захищати ту роботу, яку ми проделали за останні 7 років. Ми дуже багато влажили в наш чемпіонат, в базу, в сборну, в ресурсы. І ми хотим, у нас є бача 4х-х літня програма, ми підписали контракт з международним промоутером большим, International Soccer Federation, який є, каже, альтернативою цим організаціям в мире. Очень мощний игрок. Ми в следующем году будемо участвовать в чемпіонаті Мира, Україна, в Мексике. Поэтому расцениваю це просто як конкурентну, уважительну борьбу, которая в конечному итоге буде повышати качество і для нас, і для них. Но, ребят, значит, вот эти все переплетення, коли игроки прибегають, рассказывають, збивають цену у нас, то есть использують вот эти моменты, я хочу отметить следующее. Тот, хто игрок, хто буде заигран в соревнованнях уважаємих конкурентів, он буде обязан заплатити дополнительный взнос на развитие, ну, если захочет играть у нас. Ну, то есть мы не будем делать запрета, мы будем подходить как бизнес к бизнесу. Играєш там, заплати здесь, если ты хочеш играть в Маракане Лиги в этих соревнованиях. Команды, которые, то есть вот эти вот команды, да, то есть в Киеве на протяжении последних десяти лет в принципе анархия. Ну, я об этом говорил достаточно часто и не стесняюсь об этом говорить. Значит, дутая, я считаю, что дутая статистика. Куча команд, а игроки одни и те же. И вот это вот решение один игрок, одна команда, которая реализована в том числе реформой УАФ по всей стране, кроме Киева на протяжении последних там, три-четыре года. Федерация футбола Киева, которая, кстати, тоже не признана УАФ в последнее время, она по каким-то своим соображениям не реализовывает эту реформу, которая делается под егидой УАФ, кстати, с подачи международных институций УЕФА и ФИФА. Так вот, когда игроки бегают, они даже забывают уже какая у них форма в сумке, то есть он сегодня приходит и играет за условно КМБ, потом он бежит в Днепр, дальше он играет еще где-то, потом в Билд Лайфе, потом и заканчивает в президентах. Значит, один игрок, одна команда, ну максимум в течение года там, по-моему, можно поменять две, ну согласно регламенту. Так вот, а я буду подходить как бизнесмен к бизнесмену, к своим конкурентам, ну Маракана Лига, к ихней лиге, да, они сейчас объявили, у них будет соревнование, чемпионат Украины, они вспомнили, что надо проводить, вот в июне, там буду ражат, нашим командам делают предложения. Того вопроса нет, пожалуйста, участвуйте где хотите, мы не запрещаем, но тогда взнос в наших соревнованиях, для вас, для тех команд, которые будут участвовать везде, он будет просто в два раза больше. Ну, ничего личного, он ли бизнес. А тем командам, которые будут участвовать только у нас или там в пляжном футболе, мы будем подходить лояльно, мы наоборот будем давать скидку. 20-25 процентов. Конкурентные, маркетинговые, правильные, солидные условия. Запретов не будет, но будет разграничение. Ребят, я хочу защитить работу Бондаря, Лунина, всех тренеров лиги, Добрянского, города спорта и свою, от того, чтобы как бы на базе того, что мы сейчас сделали, просто брать наших игроков, брать наших возможностей, и играть готовые турниры и потом показывать статистику, как вы массово и как вы. Воспитывайте своих игроков, идите вот в Инфис, берите новых ребят, проводите их, тренируйте их, собирайте команды, мотивируйте, находите финансы, вкладывайте, берите команды, содержите, проведите чемпионат, как мы, влаживайте деньги в телевизор, в трансляции и у вас, и у нас все получится. Но конкуренция, это хорошо. Я ее поддерживаю и я желаю всем футбола и хорошего настроения. У меня все. До новых встреч. Встречаемся в городе спорта. Пока.